Жители Молдовы все чаще предпочитают банковские карты наличным деньгам. Только за последние два года доля платежей банковскими картами увеличилась с 15 до 30 процентов, достигнув объема в 57 миллиардов леев. Люди, которые предпочитают по-прежнему носить с собой деньги, говорят, что картам не доверяют в большинстве своем, потому что боятся стать жертвой мошенников. Эксперты при этом утверждают, что в ближайшие годы объем безналичных платежей увеличится еще в два раза. Данные Института развития и социальных инициатив «Вейторл» говорят о том, что за последний год молдаване потратили на оплату товаров и услуг 190 миллиардов леев. 57 из них граждане нашей страны потратили с помощью банковских карт. Это говорит о том, что доля безналичных платежей составляет треть от общего объема. При этом еще 13 лет назад молдаване платили картами в 10 раз реже, чем сейчас. Большинство из тех, кто предпочитает банковские карты налички, говорят, что таким способом очень удобно оплачивать коммунальные. И это помимо других удобств, которые дает безналичный расчет. Постоянно надо думать о деньгах. Куда ты их кладешь? Никто ли их не украдет? Это глупо. А тут положил на карту и все. Кроме того, у меня два сына. Один из них айтишник, другой занимается бизнесом. Я с ними советовался, так что у меня нет проблем. Карта гораздо удобнее, с ней проще, не нужно искать деньги, не нужно менять. Мы можем платить за границей нашими картами, можем оплачивать коммунальные услуги. Это для всех удобнее. В нашей семье все больше пользуются картами, чем наличными деньгами. 90% покупок я совершаю по карте, пользуюсь кредитной картой для повседневных расходов. Это приносит выгоду, там есть бонусная система, накапливаются баллы. Позже на накопленные деньги или используя кэшбэк я могу совершать другие покупки. Я думаю, если мы возьмем интервал в 10-15 лет, мы наверняка преодолеем порог в 70 и 80%. За что вы расплачиваетесь картой? За все. В магазине плачу, оплачиваю абонементы, за детский сад тоже. У вас есть с собой наличные деньги? Совсем немного. При этом некоторые люди признаются, что им хотелось бы постоянно совершать безналичные платежи, однако это не всегда доступно. Очень удобно, но не везде принимают. Вот в Союзе не везде принимают. То есть есть некоторые магазины, которые не могут? Ну да, не у всех есть карточки. Они всегда не срабатывают. Вот, например, на маршрутке еду, мне нужны денежки. А еду на троллейбусе, на автобусе, ну там проездной или можно где-то рассчитаться карточкой. Нету ничего. Я хожу с женой, она мне покупает. Я как грузчик ношу и больше ничего не имею. Вот мои три столе пенсии, вот мои бабки. Все. Все. Больше нет ничего. Карты вам не надо? Не надо ничего. Жизнь неинтересная. Ну, знаете, вот эти случаи бывают, что снимают с карточек. Не доверяют. Так же, как и книжки. Лучше пчелок. Тогда видно уже в руках. Есть мошенничество и здесь. Как бы это тоже не застрахованы люди от этого. Потому что многие не знают о том, что бывают такие мошенничества. И поддаются. Сталкивались и с этим тоже. То есть с этой стороны не очень может быть хорошо. Эксперты убеждены, что в ближайшее время доля безналичных платежей увеличится. Но при этом отмечают, что у людей должна оставаться возможность пользоваться более удобным способом оплаты. В последнее время очень сильно развивается онлайн-торговля. Пока что наличные платежи преобладают. Но я думаю, постепенно будут карты. Практически раз в два года мы удваиваем цифру. Поэтому не удивлюсь, если процент безналичных платежей возрастет до 50 в ближайшие 3-4 года. Будет расти, хотя сейчас появляется другая тенденция. Австрия уже требует право платить наличными. Я бы не обязывал, но предложил бы право, если человек хочет наличные, пусть будут наличные. Но люди быстро учатся. Данные говорят о том, что из 57 миллиардов леев, потраченных молдаванами безналично за последние 12 месяцев, около 44 миллиардов ушло на платежи по Молдове. Остальное на оплату услуг и товаров за границей.